Дорогие братья и сестры, продолжаем наше обсуждение, посвященное вопросам идеологии, в частности, вопросам знания Бога. На прошлых занятиях мы говорили о первичном делении знания, оно посредственное и непосредственное. Здесь мы затронули одно сомнение, один актуальный вопрос, касающийся того, каким из этих двух видов является знание Бога. И мы сказали, что истиной по этому поводу является то, что Бог обладает обеими видами знания. И это в особенности актуально, когда мы говорим о несуществующих вещах, даже о тех вещах, которые являются невозможными. Потому что, как мы скажем в будущем, Всевышний обладает знаниями обо всем без исключения, совершенно обо всем. Об этом также сказано в Откровении. Мы это будем доказывать в будущем аятами и доводами разума. Он о каждой вещи осведомлен. Он знает о каждой вещи. Бог знает даже о невозможном. Бог знает о возможном, которое не существует. О возможном бытии, которое не было создано им. Он знал об этом мире, о Вселенной до того, как создал Вселенную. Он знал о человеке до того, как создал человека. Но в этот момент, когда он знает о чем-либо, предмет его знания не существует, не было еще создано им, конечно же, его знание является посредственным. То есть через посредника-повествователя, через представление об этой вещи, об этом предмете. Но как только вещь обретает бытие, обретает существование, эта вещь становится незамедлительно, становится объектом непосредственного познания Бога, в котором отсутствует какое-либо представление, отсутствует последний повествователь. То есть если говорить более ясно, более понятно и приводить примеры по этому поводу, это как если бы вы познавали свою собственную боль или радость. Бог познает, Бог знает о всем сущем, о всем, что существует. В том числе о самом себе и обо всем, что было создано им, знает так же, как вы знаете о своей радости и боли. Не так, как вы знаете о своем друге, о членах своей семьи, о своем доме, о земном шаре, обо всем, что окружает вас. Потому что обо всем, об этом вы знаете через представление, через посредника-повествователя. Но Бог бытие и сущее познает совершенно иначе, знает обо всем сущем совершенно иначе. Примерно так, как вы знаете о своей боли или радости. То есть качественно иначе. Конечно же, опять-таки необходимо понимать, что даже непосредственное познание отличается друг от друга. То есть посредственное познание Бога безгранично, отлично от непосредственного познания людей или других творений. Качественно отличается, безгранично. И данный вопрос мы рассмотрели, разобрали и ответили на важное сомнение в связи с этим. Так как некоторые озвучивали идею о том, что так как непосредственное познание является более качественным, то Бог знает обо всем именно через это познание, через этот вид познания. Но мы понимаем, что до тех пор, пока вещь не существует, непосредственно его познать невозможно. Поэтому знания Бога бывают посредственное и непосредственное. Итак, давайте теперь перейдем к доказательствам этого атрибута. Первое доказательство – это логическое доказательство, которое очень сильно похоже на первое доказательство, которое мы использовали для того, чтобы доказывать единство Бога. Помните, мы говорили о том, что порядок во Вселенной, равновесие во Вселенной является свидетельством и доказательством единства Бога. Но дело в том, что этот же порядок, это совершенство окружающего нас мира, это равновесие в окружающем нас мире доказывает тот факт, что создатель всего этого является знающим, является мудрым, прекрасно знает, как создать наилучшим образом, что является наилучшим, что является худшим, что нежелательно с точки зрения созидательства. Как можно создать человека наилучшим образом? Как можно создать льва наилучшим образом? Как можно создать земной шар наилучшим образом? Как можно создать солнце наилучшим образом? И так далее до бесконечности. Конечно же, мы бессильны описать все величие и совершенство созданного им мира, созданной им Вселенной. Но какое-то представление все-таки мы об этом имеем, и чтобы укрепить это свое понимание, нам достаточно обратиться к наукам, к биологии, астрономии, химии, физике и множеству других наук, которые изучают предметом, изучением которых является окружающий нас мир. И те люди, которые занимаются этими науками, для них эти слова звучат совсем иначе, не так, как для нас, потому что для нас совершенство равновесия и порядок во Вселенной это что-то такое общее, а для них это нечто детальное, с чем они сталкиваются ежедневно, ежечасно, и не перестают удивляться совершенству окружающего нас мира. Это первое доказательство. Совершенно очевидно, что создатель подобной красоты, подобного величия, подобного совершенства, подобного порядка не может быть невежественным, не может быть без знания. И этот же факт, то есть окружающий нас мир, доказывает и безграничность знания Бога, доказывает масштабы, величия знания Бога. Это первое логическое доказательство. Итак, второе доказательство заключается, логическое также, заключается в том, что мы ранее говорили об этом, говорили о том, что Всевышний является могущественным. А что значит быть могущественным, мы разъяснили, мы сказали, что могущественным является тот, кто совершает действие добровольно. То есть это тот, кто совершает действие, если захочет, и не совершает, если не захочет. И мы подчеркнули, что само это определение могущественного предполагает наличие знания. Мы говорили, когда обсуждали могущество. Таким образом, доказав могущество Бога, мы непременно доказываем и знания Бога. Потому что могущество предполагает знания. Потому что могущество, говоря могущественным, мы в это слово вкладываем добровольно действующие, добровольная причина. А не вынужденная причина, как огонь. Таким образом, доказав могущество, мы также доказали и второй атрибут, доказали знания. При этом, конечно же, не стоит забывать о том, что мы ранее привели два довода, два доказательства, которые доказывали все эти самооценные атрибуты, все эти атрибуты совершенства, которые мы разбираем сейчас. Итак, также посмотрим на откровения и аяты Священного Корана, в которых имеются указания на знание Бога. Например, вполне достаточно одного этого аята, в котором говорится То есть, он о каждой вещи знающий, он каждую вещь знает. И в этом аяте доказывается не только наличие у Бога знания, но и его безграничность. Таким образом, мы через откровения и через доводы и аргументы разума доказываем, что Бог не только знающий, но и безгранично знающий. И здесь возникает одно сомнение, которое очень часто озвучивается. Если Бог знающий и знает он обо всем, без исключения, и при этом никогда не ошибается, не может ошибиться, что совершенно точно, таким образом человек вынужден в своих действиях гласит сомнение. Каким образом, спросите вы? Если человек совершит действие, и это действие будет соответствовать знанию Бога, например, человек совершает молитву, а Бог знает об этом. Бог знает, что человек сейчас совершит молитву. То, совершив это действие, человек поступает согласно тому знанию, которым обладает Бог. Но если не совершит молитву, поступит совершенно иначе, то окажется, что Бог ошибается. Поэтому человек вынужден совершить молитву. То есть действовать согласно тому, что Бог знает, согласно знанию Бога. Таким образом, утверждается, складывается впечатление, причем очень ложное впечатление, что человек, таким образом, вынужден. И эта вынужденность является следствием всезнания Бога. Но в данном сомнении упущена одна очень важная деталь, заключающаяся в том, что Бог не подстраивает действительность под свое знание. То есть, если Бог знает, что человек совершит молитву, то Бог не заставляет человека соответствовать своим знаниям, а наоборот. Знание Бога касается причин и следствий. Этот мир и все процессы в нем являются причинами и следствиями. И в этом сомнении, которое было озвучено, складывается впечатление, что Бог закрывает глаза на эту цепь причин и следствий и выстраивает мир, потом подстраивает этот мир, то есть в своем представлении выстраивает мир, и потом его подстраивает в реальности под это представление, под это свое знание. Но это совершенно не так. Дело в том, что мир, как уже было сказано, это причины и следствия. И Бог знает о причинах и их следствиях. Они наоборот, не подстраивают следствие под свое знание, а знание является следствием тех причин и следствий, которые имеются во внешнем мире, которые имеются в реальности. То есть, другими словами, если приводить пример, это как учитель, который прекрасно знает, что его ученик плохо учился, не старался, невнимательно его слушал и так далее, и тому подобное. Он прекрасно также знает о том, что этот его ученик провалится на экзамене. И теперь можем ли мы сказать, что знание учителя вынудило этого ученика провалиться на экзамене? Конечно же, нет. Дело в том, что учитель знал о причинах и их следствиях. И точно так же и с Богом Бог знает о причинах и следствиях. И зная всю совершенно в ней, без всякого исключения, всю цепь причин и следствий во всей Вселенной, во всем тварном мире, зная, знает и итоги, знает и весь процесс, в том числе и исторический процесс, в том числе тот процесс, который происходит в человеческом обществе. Поэтому все знания Бога и безошибочность Бога в своих знаниях ни в коем случае не означает вынужденность человека. Потому что одной из причин является желание, выбор, свободный выбор человека. И Бог не отнимает этот выбор, не подстраивает этот выбор под свое знание, а наоборот свое знание подстраивает под этот выбор. Конечно, если можно выразиться, таким образом выразиться, подстраивает, сказать. Потому что здесь не совсем речь идет о том, чтобы он подстраивал, а в том, чтобы он знал о реальности, о действительности. Частью которой является также и желание, воля человека, который обладает свободой воли. Таким образом, это сомнение абсолютно неуместно. На сегодня наше занятие подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракяту.